Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 16 июня, всех поздравляю с Троицей. Раньше существовало такое, как закон, что до Троицы мы должны высадить все. Сейчас не знаю, успеваем мы высаживать все или нет. Иногда бывает такой год, что и нарушается этот закон. Но мне в этом году повезло, я высадила до Троицы, успела все, вот как раз тиковтику. И сейчас можно спокойно ходить, рассматривать растения, наблюдать за ними. Продолжая тему огурцов, я напомню, что в предыдущих видеороликах я говорила, что огурцы у нас занимают особое место из-за того, что они очень-очень быстро формируют свои плоды. Вот я уже все это говорила, еще раз повторю, что сегодня у него цветок, завтра у него уже завязалось, послезавтра уже мы срываем и на стол. И предпочтительнее делать для этих растений именно все подкормки, все обработки такими безвредными, лучше всего натуральными, экологически чистыми продуктами. Я уже рассказывала про натуральные подкормки золой, потом дрожжевую, потом настой из луковой шелухи. Все это прекрасно, все это хорошо, но ведь не у всех есть условия возиться вот с такими натуральными подкормками. И это даже не зависит от того, хотим мы или нет. У некоторых нет этих вот ингредиентов для таких подкормок, а у кого-то, если даже и есть, то некогда настаивать, наводить из-за того, что человек все время проводит на работе. Мы не забываем, что не все огородники пенсионеры, есть же молодые, работающие, и у кого времени совсем мало. Что делать в этом случае? Ну, конечно, на огурцах можно применять и магазинные удобрения. И сейчас уже промышленность наша очень далеко шагнула вперед, и есть удобрения именно специальные для каждого-каждого отдельно овоща. Вот я вчера ездила в магазин, сетку притеняющую покупать еще на одну теплицу, потому что у нас было жарище, и купила вот такой вырастайка огурец. Вырастайки есть разные, есть вырастайка для томатов, есть вырастайка для огурцов, потому что томат и огурец, они немного разные. И вот если у вас нет возможности, нет времени делать вот такие натуральные, по народным рецептам, что-то там сбраживать, заквашивать, настаивать неделями, конечно, можно пользоваться вот такими магазинными удобрениями. Тут мы каждый решаем сами, какие мы будем делать и с какой периодичностью. Только напомню, что огурцам под кормок нужно больше, чем томатам. Они любят, и некоторые специалисты даже советуют с каждым поливом что-то добавлять им вкусненькое, потому что у них ведь идет непрерывно наращивание урожая. Если мы сравним с томатами, томаты у нас вот завязали 5 кистей, и они эти 5 кистей, весь сезон, как сказать, на них и работает все растение, вот именно эти 5 кистей, но 5 или 6 и больше у них уже не будет. А у огурца, огурец это конвейер, конвейер по выдаче плодов нам, он и плодоносит, и плодоносит все новые, 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 новые. И если его не остановить, он будет долго. Его останавливает, вот у нас, например, только зима, а так бы он плодоносил долго, так что ему нужно больше сил, ему нужно больше питательных веществ, и ему нужно больше всяких вот этих подкормок, удобрений. Вот читаем вырастайка, удобрения. Что это такое? НПК. Это комплексное удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий. Азот 9, фосфор 12, калий 16. То, что тут присутствует азот в случае с огурцами, мы не должны пугаться, потому что для огурца азот это нормально, это не томат, который мы боимся всегда, что он зажирует. И тут очень хорошо, что большой процент фосфора и калия. Это значит, в период завязывания плодов, как раз вот это удобрение нам и поможет. Вот, читаем. Комплексное удобрение для огурцов, кабачков и дык. Все. Сбалансированный состав удобрения идеально отвечает потребностям огурцов в период активного роста и плодоношения. Удобрение обеспечивает равномерный рост развития растений, повышает устойчивость. Все это я не буду читать. Тут написано, что можно внести при подготовке почвы, можно было внести при посадке в лунку. Если в лунку не внесли, то корневые подкормки можно делать. Можно равномерно распределить по поверхности почвы и заделать, потом полить. Можно растворить 20 грамм удобрения в 10 литрах и опрыскивать растения по листьям. Тут написано, что первая подкормка через 1-2 недели после высадки, вторая подкормка. Все здесь очень подробная инструкция. Для тех, кто не имеет возможности пользоваться народными средствами, настаивать, сбраживать, где-то добывать все эти компоненты, пожалуйста, есть вот такие удобрения в магазине. Ничего страшного в этом нет. Еще лучше дела идут, когда мы чередуем наши органические удобрения домашнего производства вот с такими минеральными. Если вы будете минеральные удобрения не злоупотреблять, а делать по инструкции и в меру, то никакого вреда они не принесут. Принесут только пользу. И в комплексе с теми нашими домашними магазинные удобрения. Это прекрасный дуэт и дают они хороший результат. Вот у меня здесь совсем другие огурцы. Помните, я все вам показывала, когда я сидела на фоне огромных, больших. Все спрашивают, что это за сорт. Там сорт Зазуля. Здесь вот у меня совсем другие. Тут у меня гостиниц, потом сибирский многодетный. И это вторая волна. Я говорила, что я в несколько сроков сею для того, чтобы огурцы, ну вот те именно для раннего урожая, те мы уже сейчас кушаем, а эти вот только вошли в фазу плодоношения, потому что у них, видите, там цветочки, завязи есть. Просто здесь у меня коробка, вот этот короб, я в нем храню на зиму, потом будем набивать сюда грунт для рассады. И вот пока она пустует, я здесь решила, посадила, вот как под это, подселенцы, подселила 6 штучек. Поверьте, вот с этих 6 кустов тоже можно получить очень-очень хороший урожай. Видите, в каком они хорошем состоянии? У них чистые листики, видно, что у них нет вредителей на них. У них нет нехватки, никаких микроэлементов, потому что у огурца лист – это индикатор здоровья, ну как, впрочем, у других растений. Вот у них прекрасное здоровье, и чтобы они и дальше чувствовали себя так же хорошо, чтобы они дали мне хороший урожай, конечно, я буду делать, стараться хотя бы, ну хотя бы 2 раза в месяц чем-то их подкармливать, чем-то их опрыскивать. С огурцами можно и также делать опрыскивание микроэлементами, также опрыскивание, ну вот этими любыми, вот, пожалуйста, опрыскивание комплексными удобрениями, чтобы они получали азот, фосфор и калий, и тогда богатый урожай нам гарантирован. Все, до свидания. Это вот я рассказала про другой вид подкормок, чтобы вы не подумали, что огурцам можно только натуральные, только народные, если народных нет, значит, все, конец огурцам. Нет, огурцы кушают все подряд. Если будете чередовать магазинные и домашние, это тоже неплохо. Все.